Лично мне эта сцена зашла, но за исключением одного момента. Если мы обратимся к книге, и Карла Ритца, и Санни Корлеон – это здоровенные бугаи. Там отчетливо подчеркивается, что они прямо такие кабаны. А так-то на них посмотреть... Обычные люди. Да. Я бы не сказал, что там что-то такое. Опять-таки, стандарты 70-х годов не совсем то самое, что мы сейчас. Все сильно поменялось. Расскажу. Тебе как-то раз к нам в 90-е привезли... Ну, не привезли. Выставка. Лучшие фотки журнала Playboy. Я, конечно, немедленно пошел посетить. Ну, и вот замечательный там на протяжении ряда лет. Вот какая-нибудь Мэрилин Монро. Тетенька, откровенно говоря, в возрасте. Раз. На Playboy, да? Да. Во-вторых, физические кондиции, то есть, она, как бы помягче сказать, абсолютно безжопая. То есть, надо обладать специальными фотографическими навыками, чтобы тебя посадить, поставить свет, и тогда ты будешь там фигуристой и прочим. Ничего нет. Доходишь до конца 90-е годы, это вообще другие. Другая порода людей. Видно, с детства хорошо кормили, потому что скелет, сразу длинные ноги. Рост совершенно другой. Непрерывные занятия спортом, когда ноги, жопа, руки, плечи, вот все как надо. Совершенно другое. Конечно. Ну, и актеры точно так же. И мужики такие же. Стандарты меняются. Да. Это очевидно. Что будет еще лет через пять-десять, тоже непонятно, куда мы двинемся. Это, кстати, такое, это уже отвлекаясь совсем, это очень сильно видно. Когда вот в «Раджики» кино смотришь, там все пострижены хорошо. А смотришь на наших, вот советских времен, там бессмысленные патлы висят, а вот теперь на каждом углу по три барбершопа зайди, там тебя так обработают. Да. Мое почтение. Я каждый раз со слезами выхожу. Там подровненные бороды, обровненные лысины и всякое. Мне брови стригут регулярно. Вот. Мастера просто какого-то невыразимого класса. Вообще. Ну, и выглядишь совершенно по-другому. О чем это говорит? Первое. У тебя есть деньги. Это в нашей нищей стране. Барбершопы бесплатно существовать не могут. Есть деньги. Странно, конечно. Да. Деньги. Время. Выросли плеяды натурально мастеров, которые умеют это делать. Потому, что при советской власти я был непрерывно пострижен под канатку. 35 копеек. Аналогично. Да. И чего-то не страдал, конечно. Потому, что ничего другого не было. Но вот, да. Все радикально меняется. И выглядим мы совершенно не так, как люди из того времени. Так сейчас же и у тебя есть постоянный мастер. А не как в советское время. Это исключение. Там тоже у кого-то было. Но все равно меняется в восприятие. Естественно.